Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. Сегодня у нас в гостях руководитель Центра экспортной поддержки Чувашской Республики Григорий Данилов. Григорий Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте! Григорий Владиславович, давайте поговорим немножечко о Центре экспортной поддержки. Что это такое, когда он появился и в чем его миссия? Хороший вопрос. Центр экспортной поддержки появился в Чуваши 10 лет назад. 10 лет уже прошло. Действительно. Ну, это мало о нем было слышно. Ну, наверное, было мало слышно. Благодаря вам, я думаю, больше людей сейчас о нем узнают. Находится он в Центре мой бизнес. И главной целью создания Центра экспортной поддержки является оказание всесторонней помощи и содействию тем компаниям, которые уже вышли на экспорт или планируют выйти на экспорт. Всесторонние. Мы комплексные услуги оказываем. Очень много разных услуг. А много у нас таких предприятий в Чувашии, которые хотят выйти на экспортный, на рынок, на внешний рынок или уже вышли на внешний рынок? Смотрите, в Чувашии зарегистрировано порядка 42 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это как раз те предприниматели, с которыми мы работаем. И лишь около 300 сегодня являются экспортерами. Всего 300. Представляете, какая малая доля. Но в то же время есть многие, кто хотел бы выйти на экспорт, но не знает, с чего начать. Как раз здесь возникает много вопросов. Готов ли продукт для выхода на экспорт? Готова ли компания выделить сотрудника, специалистов, чтобы работать на экспорт? И потом, как упаковать продукт для конкретной страны? Как его предложить? Здесь много вопросов у предпринимателей. И именно на эти вопросы они моментально могут найти ответы, придя к нам в центр «Мой бизнес». Какое-то малое или среднее предприятие приняло для себя решение, что они будут выходить за границу, продавать свою продукцию за границей, но не знают, как это сделать. Вы помогаете им вплоть до того, что какую упаковку сделать? Конечно. Мы начинаем с консультации, когда объясняем, с чего надо начинать. И все это совершенно бесплатно. Далее. У нас есть комплексные услуги. Если продукт готов на экспорт, мы можем сопроводить этого предпринимателя. У нас есть такая комплексная услуга «Поиск клиента за рубежом». То есть мы можем помочь упаковать продукт, перевести этикетки, упаковки. Мы можем создать интернет-сайт на нужном языке. Далее. Более того. Мы окажем помощь по поиску клиентов за рубежом. То есть дадим, по сути, теплые контакты тех, кто уже сегодня заинтересован покупать продукцию этой компании. Вот что мы можем делать. И практически большинство наших услуг, они бесплатны. А некоторые услуги мы софинансируем. 80% оплачиваем мы, а 20% оплачивает предприниматель. Это касается таких услуг, как, к примеру, сертификация. Для выхода на международный рынок необходимо, допустим, сертифицировать продукцию. И цены доходят до миллиона рублей на получение сертификата. Для малого бизнеса это колоссальные деньги. И мы 80% этой суммы сами оплачиваем. То есть предпринимателю это в разы дешевле, чем делать самому. Давайте конкретно про предприятие и про продукцию. Что хотят, видят, видят за границей из чувашской продукции, любят, может быть? Вот смотрите, если брать целиком, что экспортируется из Чувашии, то у нас есть львиную долю экспорта составляет крупные компании. Вот вы назвали одну кондитерскую фабрику, она тоже крупная компания. Это не малый и средний бизнес, мы им помощь не оказываем. Да, они работают сами, потому что у них есть возможности, у них есть ресурсы. Мы помогаем малым и средним предприятиям. Какие малые предприятия у нас выходят за границу, за рубеж? Их очень много, порядка 300. И в основном это какая продукция? Смотрите, электротехническая продукция, это машиностроение, это даже, смотрите, это производство композитных строительных материалов, производство дверей. Список можно продолжить. У нас есть такие интересные продукты, о которых мало кто слышал вообще и в России. К примеру, Чувашия единственный регион практически в России, который экспортирует хмель за рубеж. А у нас придумали турбодефлектор. Это такая штука, которая устанавливается на вытяжку на зданиях, и без электричества вращается и вытягивает воздух. У нас придумали делать их из пластика, и они служат в пять раз дольше, чем металлические турбодефлекторы. И за рубежом это востребовано? Конечно. Мы помогли выйти на европейские рынки, и они сегодня уже продают в Европе. У нас есть услуги, когда продукт интересен для конкретных зарубежных стран. Мы выводим на электронные торговые площадки, причем полностью оплачиваем сами. Это могут быть Alibaba, Amazon, eBay. Это фардак для тех, кто древесину производит. То есть у нас мы 100% затрат несем сами, и до миллиона рублей оплачиваем размещение на этих площадках, продвижение на этих площадках, и с недавнего времени мы оплачиваем размещение на складах продукции. И все это за счет поддержки, которую у нас оказывает Центр экспортной поддержки. Смотрите, еще такой вопрос. Вот вы помогаете тем, кто к вам приходит. Вот мы хотим уйти на внешний рынок, мы хотим торговать за границей, вот помогите нам. А бывает обратное движение, когда вы говорите, вот есть потребность вот в такой продукции, кто-нибудь сможет нам это сделать, мы вам поможем продать. Вот такая бывает тенденция? Да, у нас даже есть такая комплексная услуга, когда от российского экспортного центра либо от торговых представителей России за рубежом приходят заявки. Говорят, потребность в конкретной продукции, в конкретной стране. То есть и мы в этом случае отрабатываем. Так как мы находимся в центре «Мой бизнес», мы на коммуникации не только с теми, кто экспортирует, но и с другими институтами поддержки. И мы знаем, что производится в Чувашии, и, соответственно, предлагаем им конкретные заказы. Так можно привести примеры, когда зерно из Чувашии таким образом экспортируется. Фуражное зерно мы отправляем на экспорт, есть такая практика. Те же самые элементарные перчатки хозяйственные, о которых много говорили, они сегодня экспортируются в Европу и в Соединенные Штаты Америки. И вышли они на экспорт благодаря, опять же, нашему центру экспортной поддержки. Все реально. Если продукт есть, и у предприятия есть возможность нарастить производство, есть потенциал роста, потому что когда у вас начнут, дорогие предприниматели, истребовать этот продукт уже, вам нужно будет быстро, мощно растить производство, потому что потребление колоссальное. И в чем главный интерес для предпринимателя? Мы с вами понимаем, что прибыль – это то, что движет предпринимателям. Если на внутреннем рынке маржинальность таких предприятий от 10 до 30%, то когда их продукт выходит на международные рынки, маржинальность эта маржинальность вырастает в разы. То есть она может быть и в 3, и в 5 раз вырасти при той же себестоимости. Можем ли мы нашу пищевую продукцию, полуфабрикаты, не только химическую или электротехническую продукцию, но и вкусная натуральная продукция из натурального мяса, но вот в полуфабрикатном состоянии отправляться за границу. Мы можем это сделать? Конечно, можем. Мы над этими работами стараемся поддерживать в первую очередь тех, кто заложил большую добавленную стоимость, кто переработал сырье. И наша задача – поддерживать именно несырьевой экспорт на самом-то деле. То же самое мясо, его можно переработать, тушенка и другие виды продукции, которые отправляем за рубеж. И вы сами, наверное, знаете, что сейчас Китай поглощает все больше и больше продуктов питания. Не только кондитерские изделия, но любые продукты, которые хранятся более 6 месяцев, в Китае можно продавать и очень хорошо зарабатывать. Поэтому те предприниматели, которые заинтересованы в продаже продукции, приходите в центр «Мой бизнес», мы однозначно в этом поможем. Еще такой вопрос. Недавно у вас в центре экспортной поддержки открылась школа экспорта. Вот для чего она открылась? Кто может стать ее участником? И вот какие первые результаты, может быть, с первых занятий? Слушайте, действительно, это ежегодная программа. У нас комплекс 11 семинаров, которые идут по программе «Школы экспорта РЭЦ». Это федеральные семинары. Там преподают федеральные тренеры, специалисты в этой области. Это занятия на целый день. То есть, когда проходит семинар, это, как правило, целый день. И это для тех предпринимателей, которые уже экспортируют, они получают конкретные инструменты, конкретные компетенции, как и что нужно делать для того, чтобы экспорт был более удачный и без всяких ошибок. А в то же время для тех, кто задумался об экспорте, тоже имеет смысл получить этот цикл семинаров, пройти. Мы провели на данный момент два семинара из 11, впереди еще 9. Записаться легко. Надо просто позвонить, прийти в Центр экспортной поддержки, и мы вас запишем, предпринимателей. И это реальная такая методологическая помощь, когда знания позволяют людям выходить на экспорт и зарабатывать гораздо больше. И развивать свой бизнес. Конечно. В том числе и экономику региона. Однозначно. Развивая бизнес, мы развиваем экономику региона. И здесь надо четко отметить, что условия для этого сегодня создаются. И главой республики, и Олегом Николаевым. Создаются условия для того, чтобы этим можно было пользоваться. И на это выделяются колоссальные средства. Поэтому средства есть. Бояться бюджета, бюджетного финансирования не надо. Бояться господдержки не надо. Надо приходить. И пользоваться инструментами, которые помогают. Как сказал классик, практика – критерий истины. Приходите, проверьте, потом рассказывайте. Спасибо большое, Григорий Владиславович, за беседу. Я надеюсь, что Центр экспортной поддержки будет у вас расти, процветать и как можно большему количеству предприятий помогать. Благодарю вас. До новых встреч. Спасибо большое за внимание. Я напомню, что сегодня о Центре экспортной поддержки мы говорили с ее руководителем Григорием Даниловым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова